Здравствуйте! В эфире программа «Азбук и потребители» с вами Мария Бодрова. Сегодня говорим о непростых жизненных ситуациях. Что делать, если вас оскорбили или ударили на улицы? Куда надо идти и в каких случаях должны приезжать полицейские? Разберемся по буквам. Человеческие отношения порой доходят до двух цифр 0-2. Если проживающие в одной квартире родственники, те же родители шумят, кричат, можно смело звонить в полицию и объяснять ситуацию. По вызову приедет наряд либо участковый. Если своими криками люди мешают соседям, нарушают общественный порядок, их можно привлечь к ответственности. Но даже если они мешают только члену своей семьи, в отдельных районах судьи рассматривают и такие заявления. Составляется протокол об административном правонарушении по статье 17.1 «Мелкое хулиганство». Но если вы вступили в конфликт и дело дошло до кулаков, тут совсем другая ситуация. Первого на первого вы должны обратиться в правоохранительные органы к своему участковому и написать заявление. Предварительно вызвав наряд через 0-2, либо по сотовому телефону по 112. Объяснив это все по телефону, зафиксировав это все на уровне правоохранительных органов. То бишь написать заявление о том, что сосед тогда-то произошел конфликт. И описать эти все обстоятельства дела. При этом, при всем, когда происходит конфликт на улице, все-таки старайтесь о том, чтобы были обязательно свидетели. Потому что если нет свидетелей, а конфликт произошел между двумя людьми, никогда никто не докажет это в судебном порядке. Все случаи судебной практики, связанные с побоями, рассматриваются в рамках двух статей – 115 и 116. Срок снятия побоев – это достаточно спорный вопрос, объясняют юристы, так как официальных сроков не существует. Оптимальный вариант – это один-два дня. За это время гематомы не успевают рассосаться и мелкие ссадины заживут не в полной мере. Для подачи искового заявления частного характера в суд по побоям – это 115 и 116 – это обязательное прохождение судмедэкспертизы. Если вы просто хотите зафиксировать телесные повреждения, то можно обратиться к участковому врачу-терапевту или травматологу. Он зафиксирует их в своих медицинских документах, в амбулаторной карточке или истории болезни. В любом случае с потерпевшим будут связываться сотрудники полиции. Если же вы хотите привлечь человека к ответственности, нужно обращаться в органы с заявлением о привлечении к ответственности лица и попросить, чтобы в полиции выдали направление на прохождение судмедэкспертизы. Частные обвинители готовят весь пакет документов, необходимый для подачи в суд. Само заявление, где описывает все, что произошло, место происшествия, сколько раз ударили, все это описывается обязательно подробно. Иначе суд не примет заявление, оставит его на некоторое время без движения, и вынесет определение и направит вам для устранения всех этих недочетов, недостатков. Синяки и царапины – телесные повреждения. Они попадают под административную ответственность по той же статье 9.1, которая предусматривает штраф или административный арест до 15 суток. Какую меру предпринять, решает суд. Тоже можно возбудить дело частного производства, жена на супруга, и в принципе есть и такие дела в производстве. И понимаете, момент такой, что все это происходит на фоне детей, и основными свидетелями по таким делам становятся дети. Детей мы имеем право допрашивать в судебном заседании только с 10 лет. В настоящее время дела о побоях рассматриваются в мировом суде, но освидетельствовать побои можно не только через полицию. Это возможно и в частном порядке. За оскорбление административной ответственности предусмотрено только по требованию. Если человек написал заявление, прошу привлечь обидчика к административной ответственности, и будет собрана достаточная доказательная база, значит составляется протокол об административном правонарушении. В каждой семье должен быть свой личный, семейный юрист. Необходимо заключить договор и платить раз в год какую-то сумму. И вы будете прекрасно знать о том, что у вас есть юрист, который в любое время, дня и ночи, возьмет вашу трубочку и вам ответит, что вам первоначально нужно сделать. Чаще всего договор заключается на год, и вы получаете возможность консультироваться по любым вопросам в любое время, дня и ночи. Сумма контракта обговаривается в зависимости от его условий. Если у вас есть вопросы, вы пока не можете найти квалифицированного специалиста, пишите и звоните нам, мы вам поможем. До встречи в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Губерния.